Вот вчера у нас какое число было? Наверное 18 июля 2012 года мы выехали кое-как третью поездку. Были затруднения и затруднения не от нас зависящие. Газель это грузопассажирская новая и сервис вроде бы бесплатно должен осматривать. И вот в братья дорогой меня пилили. Там прокладка где-то подтекает, а подтекает даже ни одной капли нигде нету. Намочила ее. Я ничего в этом не соображаю. Но я знаю людей, вот что главное я знаю. Я говорю чужой дядька тобой не будет интересоваться. Там собираются такие люди, которым не место там. Это если в Америке он сделал плохо ремонт или где-то, его внуки не устроятся на работу. А здесь уже никакой нет пьянь да дрань подзаборная всякие собирается, потому что никого нету-то. Нет, они сделают. Давил на меня здесь Николай, значит, Кручина, Глушков Игорь. Вот этот Игорь. Ну все, которые знают, знают, разбираются. А я один толмач и не разбираюсь. Но я говорю, что прокладку можно втроем-четвером поставить. Одну прокладку-то. Даже смеялся над ними. Но они победили меня. Приехали, приехали. Ну все, машину подняли. Давай смотреть. Что-то им не нравится, где-то что-то убрать надо. А мы же загружены полностью. Тонна. Это книги. Книги 700 килограмм со всем этим. Но остальное, это наше что, постельное, еды там на 160 килограмм. Ну и проще. Нам нужно войти в 950 килограмм груза и 5 человек. Но так как нас не 7 человек, рассчитано на 7, а еще с нами собака, то где-то как раз мы входим в норму. Затеяли они, надо разгружать. Я так и взахался. Как разгружать? Куда разгружать? Когда везде все пропитано в этом зале, в гараже, мазутом. Да нельзя разгружать. Если на улице там есть, где газон можно разгрузить, дождь пойдет. Это же книги. Никак нельзя. Настояли. Я опять покорился. Ну тогда начальник пошел, показал большой щит. Принесли его, протерли. И такие, как ящики, в которые решили сложить все остальное. А книги отдельно здесь. Вытащили. Там вековещен никогда такого груза не было. Никто никогда не завезет. Ну это просто ни у кого нету. Стали смотреть. А что-то они трубу сняли, что-то рессоры скинули. Думали рессоры усилить. Сразу же началось то, о чем я говорил. Не по-вашему. А началось что? Говорили, все бесплатно. Эти меня обольщали они, но я не верил в это. Я знал, что они будут искать. Им зачем это нужно-то? Продавали они такие ласковые, хорошие. Я даже хотел благодарить Нижнем Новом, где машина эта изготовлена. Когда ехали на завод поехать искать, мы столько проехали. 17 тысяч. Она нормально идет, машина там. Вплоть до 100 километров доходила. Но в основном это 70-85. Это ее крейсерская скорость. Дальше они стали требовать деньги. Пошел вот брат Сергей. Они сначала счете вы сказали. Сколько? 8-9. 8-9 тысяч. На что такое 8-9 тысяч? У меня пенсия месячная. 5-300. Это сейчас. 3 года, какие там начисления за то, что я политически репрессированный. Ну какие же это деньги? И вдруг 9 тысяч. У меня ничего нету. Ребята, будете платить? Это обман. Они нас как лохов разводят. Есть такое выражение. Как за дураков считают. Да цепь мне не брали. Цепь. А? Цепь. Все убрали. Все убрано. Все лежит. Цепь убрали, да? Цепь убрала. На чем собака ночью была привязана твоя. Они вот сидят и курят, и курят. Ты там непрерывно как заходишь и сидят, они не вылазят. Они сидят и курят, ничего не делают. Они подняли нашу машину, теперь мы разгрузились, разгрузились. Никого нигде нету, теперь мы в их руках. Все. Теперь мне думать надо, как в этом гараже ночевать. В этом цехе, где ремонтируют. Как ночью сходить, куда сходить. Они нас заблокировали все. Теперь уже за любые деньги нас можно разводить. Это лохов так разводят. Лох это человек, который, как говорят, лохотрон. Дурь, лопоухи. Я не шел, вы меня затянули туда. Я хожу с собакой, вижу выхода никакого нет. Я тогда пошел вокруг их большие ангары. Нашел место заброшенное, кусты, какие-то железяки. Собаку привязал и на молитву. Я знаю, где выход. Прихожу. Ну, дальше они что-то вроде начали делать. Что-то сделали, рессор опять поставили. Это они хотели, чтобы одну пластину на каждую рессору нам поставить. Мы попросили. Сказали, это там... Ты пошел второй раз, они сказали тебе уже какую цену, ошиблись? Они не ошиблись. Он был занят, видать, там народу много. И... 9 тысяч стоит, если бы мы просто приехали поменять рессоры. Но так как машина у нас была на гарантии, я ему подошел, сказал, что нам меняли сайлентблоки и по гарантии рессоры уже сняли. То есть работа эта уже входит в гарантию. О, тогда, тогда, все, тогда нет. Тогда эта 6 тысяч работа, она не будет включена. Тогда только вот рессоры покупайте и ставьте. Видишь, как они сразу распространены. У них все это рассчитано. Идет все как по нотам игра. Тогда мы соглашаемся на эту цену. Ну, там 2 тысячи-то они... А мы делать-то не будем. А зачем им за 2 тысячи они будут там ставить? За 2 тысячи. Им нужно хлопнул три раза, молотком ударил 9 тысяч. Они теперь... Где гулять? ...неделю гуляют. Ладно. Не получилось с рессорами-то. Звонит там, Лужков, да зачем это рессоры? Ну, машина полонагружена, рессоры на уровне могут прогрузиться обратно. Я думал, что мы... Беги, гуляй. Ну, некогда мне. Я знаю, что ты зовешь меня поиграть. Видишь, как балуется. Вот. Это наш ураган, умница. А дальше началось такое. Она где подтекает? Они как будто сделали, что они там сделали. А я познакомился с их начальником. Юрий звать его. Хороший мужчина. Что-то рука у него. То ли сломано, как гипсу. Вот. Я ему книгу подарил к истинному православию. Всем мы дарим свои наши визитки. О нашем сайте. Я говорю, ну вы понимаете, что за груз? Как мы везем людям? Бесплатно. Ну, постарайтесь тут один раз-то сделайте. И он приходил как будто сам. Мы выехали к Новоалтайску. Пока ставили там, смотрим, где они ремонтируют. Течет масло. На асфальте уже лужа. Ну, что делать дальше-то? А вот в каждом городе есть их сервис. Узнали, в этом городе нет сервиса. Это недалеко. В общей сложности мы вчера около 100 километров намотали лишних. Если бы я начался здесь, я бы добился. Ну, что значит добился? Вернули бы за 100 километров, переделали. То есть я вышел на тропу войны. Я должен рассчитать все силы. Мне уезжать надо. Мне это надо. Мне выехать надо. Я пошел по всем их непосредственным начальникам, кто связан. Я говорю, у вас так работают. Вам самим разве не стыдно? Разве же можно так делать? Тем более, кого вы обижаете-то? Масло не подтекало, теперь оно течет. Я это и говорил своим ребятам. Они ремонтировать не будут. Они хорошие. Снимут, плохое поставят, потому что они это знают. А хорошее продадут. Потому что люди неверующие по-другому не могут быть. Это их жизнь. Он живет только на этой же... А жизнь ему, главное, чтобы мозги не работали. Отшибить. Он покупает разные наркотики, отшибает и без мозга и живет. Вернулись назад. Они опять ставят. Снять, убрать этот шланг, вы говорите, убрать другой. Вот шланг снял. Пьянец этот, видно, что он хмельной. Пошел. Идет, пришел оттуда. Надо идти туда, надо оформлять документы. Они мне не дают. Но ему это и надо. Это все по нотам идет. Я говорю, иди, добивайся до конца. Сейчас спрашиваю, заменили ли? Заменили. Они говорят, заменили. Я ничего не понимаю. Я с собакой гулял. Я говорю, масло, чтобы залили. А залито оно доверху. Как доверху? Там текло, там текло. Мы сто километров проехали, вернулись назад. В день потеряли. Мы потеряли. Потеряли день. У меня команда целая. Мы все потеряли день. И вы говорите, масло там... Как оно может быть? Вчера было доверху. Сегодня текло, текло. И все доверху. Оно что? Как варей горшочек и варей, как в сказке. Пока из дверей не попрет. Я говорю, сделать. Но у нас масла нет. Масла нет. И доверху это разные вещи. Нету, найдите. Как это? Сервис. Сервис на весь город и нету. Пошел опять к начальнику. Нашли масло. Жулябия. Сплошная жулябия. Я говорю, как же вам не стыдно? Давай мерил. Он вчера мерил, мерил. Боится лишнего перелита. Ну, видите, до каких пор. Он мне что угодно и говорит, до каких пор. А мне кажется, это десятая доля того, что должно там быть. Ну, это вот норма. Ну, видите? Я говорю, ничего. Он опять протрет этой тряпкой. Опять сунет, вытащит. Ну, нет еще чистое место. Нет тут видно масла, да солнце там. Ну, почему я не вижу? Голый король. Ну, некогда мне. Ну, иди. Ну, давай, давай, давай. Стой, стой, руки-то откусим. Дай. 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 Дай, дай, дай. Дай, подожди, дай. Ну, ладно, ты. Ну-ка, подожди. Отсюда отбери у него, дай. Фу! Фу! Дай. Фу! Фу! Держи. Он играть со мной любит. Я с ним играю все время. Ладно. На этом наши испытания вчерашний день не закончились. Этого никогда не было. Все-то молили. Как? Вроде бы старается. Но в искренности начальства высшего я не сомневаюсь. Ну, я говорю, у меня было 20 лет до армии. У меня 250 человек каждый день в распоряжении. У тебя-то тут 4 человека, и ума не дадите. Так у меня какие люди-то? Это зэки, строго режимный лагерь. 6 объектов. Я ничего не знаю, зеленый совершенно. Я 7 месяцев работал, без выходных, и каждый день 2 смены. Люди в армию не идут. Я говорю, меня брали, я готов был военком рассыловать, что меня в армию забрали. Первые 2 месяца я на 11 килограмм только поправился. Почему вы-то не работаете? Ну, я все это раскачал их там, еще раз пошел. И он меня этот Юра-то застал, я уже, который там записывает. Я ему сказал, я говорю, всех предупреждаю вас, что так нельзя работать. А что он сделает? Я на его месте. Закрещенным я знаю, что сделать, а здесь я не знаю, что сделать. Работать некому, страна пропала. Это везде абсолютно одно и то же. И не надо роптать, что другие люди тут будут жить, китайцы, умеющие работать. Я уж не говорю, там, безграмотные узбеки. Ну что, все-таки мы сели. Сели, Николай Крущина-то не поехал, у него дома работает. Сразу мы двух человек в команде лишились. И Игорь Третьюков ушел. Жена, ребенок, работа там, пылесосы, отец на него. Ну, то есть мы остались. За руль сел вот этот отрок. Сергей Павлович Пупков. Какой он? У него права есть. Права есть. Машины нету, не ездит, практики никакой нету. И любит спать. Вот когда сзади сидит, целыми днями спит. Я говорю, это ты перенесешь туда. Нет. Ладно, за рулем. Только не спи. И вот мы едем на Азаринск. 55-му километру подъезжаем. Мы считали Слово Божие. Это даже Володя заснял Библию. И в это время, я слышу, что какие-то звуки идут. Он запел. Что ты пел-то хоть? На пение. Ты пел? Да. Что ты пел? Сначала Баптистский, потом Царю Небесную, Вочинаш, Верую. Верую пел. Зачем ты запел-то? Не пел, вдруг запел. Зачем запел? Спать захотел. Спать захотел и запел. А пением как раз ребенка успокаивает. Он даже не понимает это. Пение убаюкаивает. И как раз петь не надо. А нужно, чтобы взять иголку там, уколоть. Вы любите свои грешные телеса, ни один не сделать. Вот он никогда не сделает. Я уши себе ломал. Больно было. Больно было. Ну, попросил бы рядом сидящего. Остановились. И в это время я сижу сзади, высокие спинки. Спинкой я перегнулся и слушаю Слово Божие. И грыжу, машина пошла, пересекла эту правую линию и несется прямо в кювет туда. Я говорю, куда же ты едешь-то? Он заснул. Заснуло ли помутнение в рассудке, теперь уже не определили где-то. Он как рванул и в сторону. А там встречная. Он опять туда. И вот так к машину как. Стой, останови машину там. Он как остановил машину. И на руль упала. Ты что делаешь? Вот уже четыре гроба было бы. Вылазь из машины. Он долго сидел, зажмурил глаза. Мы пошли поговорили. Отнимать у него ключ. Вытащить его из машины. Больше никогда, чтобы он не исходился. Никогда. Если ты думаешь умереть или кто-то с собой харакири сделать, тогда садить тебя за руль и поезжайте. Как камикад за самолетами американские эти. Крейсеры долбили. Ну что? 55-й километр. Стоим на месте. И какая-то низинка. Соединения телефонов слабо и никак нет. Что делать-то теперь? Мы застряли. Я вообще не знаю. Ну и эти такие же. Вот теперь мы и попали. Но это не все, ребята. Давайте помолимся. Стали выходить. Вышел я на Митю Капустина. Капустина через него. Дальше выходят на Игоря. Это что делать? Чтобы кто-то привез шопер. Он Вадима отдавал на три дня. На три дня. А у нас выезд на три недели загрузка. У нас опять все меняется. Дальше как у тебя получилось? Расскажи. Я звонок с открытка. Я слышал вас плохо. Только телефон Дмитрия записал. Что-то с ним надо поговорить. Опустим. Решил я с вами уже не связываться. Потому что бесполезно было. Позвонил Дмитрию. Он говорит, что у него машина сломана. Там под покраской. Я могу договориться. И что-то про Вадима я не понял. Что Вадим тоже занят. И его еще никто не спрашивал. Да. Ну я как вопрос о трех днях поставил. Я говорю, может мне съездить? Вот. Ну опять же кто-то должен меня подвезти. Я же не поеду на своей машине. А куда ее деду? Он сразу за это зацепился. Ему сразу это стало выгодно. А ты сможешь поехать? Я говорю, ну я еще вариант. Ну ты скажи, вы сможете поехать на меня? Я говорю, ну а Вадим что? Ну Вадим он занят и все. То есть Вадим был занят. То есть он Вадима не хотел отпускать. Вадима не член нашей общины. Когда-то был. Крещение. Он никакой. Но он нигде порядок не нарушает в нашей общине. Приходит. Мать его, член общины. Молится. Он не нарушает порядок. А некоторые, так сказать, он такой. Там у него там развод. И прочее. Он жене не изменял. Да, он работник никакой там. И прочее. При всех его недостатках пьяного он ни разу не был. Не курит. Почему я должен выгонять, когда он приходит молиться? Я попутно про Вадима сказать. Дмитрий сказал, что Вадим занят, работа у него есть. А я говорю, я перезвоню. Мне надо сейчас все понять, что на три дня. Я говорю, это как снег на голову. Я-то думал, Вадиму перезвонить. Ну я трубку положил. Там пообщались. Я говорю, ладно, все. Я на три дня съезжу. Юля там расстроилась. А мы стоим на 55-м километре Барнула-Заринск. Потом мне и сам Дима звонит и говорит, ну что, видите, я говорю, я еду. Я говорю, а кто меня повезет? Митя Капустин, мать его, член нашей общины, старшая сестра, а он, наверное, не член общины. Но он очень хороший человек, спонсирует меня по многим интернетным версиям. Дима говорит, я там договорился с Алексеем Загуляевым на пять часов. Я говорю, ну пять, а сейчас было два часа дня где-то, около двух. В районе двух. Алексей Загуляев, это член нашей общины, у него есть машина. Чтобы на его машине, он привез его, посадит шофером, и он бы хотя бы довез до города. Я говорю, ну пять часов, это поздно уже. А как? Я говорю, может, я сам поеду. А на автобусе, говорит, тоже долго. Ну тут мне мысль пришла, у меня брат как раз вернулся. Родной брат твой? Да, Митя. Из-под Уфы там работал машина у него. Я говорю, мысль пришла, я позвонил брату, он сразу откликнулся. Я говорю, давай ты нас отвези, меня отвези. Я говорю, вот тут чуть не разбились. Но он вошел в положение. Я был на своей машине, я на своей машине подъехал к Димке, в гараж загнал. Ну, и мы сели. Я взял с собой Юлю, да, Келину, они прокатиться решили. Жену и ребенка. Вот. И Дима нас подвез, всех троих. Ну все. Привез сюда. Привез, до машины довез, я сел. Они поехали домой, а я поехал. А я в это время, чтобы время не терять, вышел и голосовать. Машина несутся, и наконец один оставился. А у нас времени нет, тут тоже махнул рукой некогда. А я выйду на дорогу, вот издалека крещусь и кланяюсь, и показываю, встаньте на обочину-то. А тут стоит наша машина-газель. Вот это вот. Сережа, уйди оттуда. Слушай, обидно было. 783, 22. Мужчина, слухощавенький такой. Лисо такое открытое, прям от других отличается. И жена полная рядом сидит, и сзади девушка большая. Я ему все рассказываю, что мы едем в библиотеку, но когда наши приедут, библиотека будет закрыта. У нас день пропал. Мне нужно сейчас... Вы не возьмете меня до библиотеки с книгами отвезти? Это 31 килограмм, две коробки. Да мы вроде торопимся. Эх, я говорю, как, жалко. А для Господа это. Ну, жена говорит, ну, ладно, давай тут. Места хоть и нет. Место нашли. Он открыл багажник. Ребята вытащили книги. Теперь мне надо ехать. Я тороплюсь, и мобильник даже не взял. Я теперь без мобильника. Вот теперь я понял, как остаться одному в городе. И, к сожалению, уже, что я не ценил это. И теперь я буду бомжевать там. Он довез. Там приняли... Они приняли хорошо, но какие-то такие... То ли от жары разомлели эти библиотекари. Неактивные были. Ну, все улыбались, все по-хорошему. Когда я все сделал. А перед тем, как поехать туда, мне дали пачку. Вытащил этот. Вот такие вот, которые мы раздаем. Посмотри поближе. Вот. Приглашение в местную библиотеку. И у меня целая пачка. И я тогда вышел на улицу с двумя своими этими пустыми коробками. С этой папкой. В которой свидетельствия, кому мы дали. Там печати разных библиотек. Ладно. Вышел за ограду. И к прохожим начал... А раздал, когда делать нечего. Жарает, под деревом сел. А мимо люди идут, заворачивают. И как они на меня смотрят, посмотрел. Другие идут. И заметили, мать с дочкой. Она сразу резко путь изменила. И другой дорожкой. Ну, какой-то бомж под этой... Я их понимаю. Одна идет. Я говорю, вы, наверное, думаете, я бомж. А я не бомж. Меня просто жизнь забросила сюда. Я сейчас вот в роли бомжа должен. Мужчина. Я встал перед ним. Стал говорить. Мне позвонить надо где-то. А у меня телефона, говорит, нет. А в это время машина остановилась, шофер. Я подошел к ним. Он на меня так посмотрел. Я говорю, можете мне телефон в руки-то не давать. Я сейчас схвачу и убегу. Вот я вам скажу номер. Номер моего телефона. Своего. Наберите там. Ну, он набрал. И вот это время вы взяли. Хорошо, что взяли. Вова взял. Я рассказал, где я нахожусь. Около библиотеки. Я за людьми вчера там наблюдал. Как ко мне люди относятся. С кем я беседовал. Там целое исследование было. Я говорю, вот вы подумали, кто здесь есть. Их исследуем. А теперь вот я приглашаю в библиотеку. Там это именно мои книги. Они уже совсем по-другому глядят. Один прошел, глянул, думает, а теперь они вечером придут с пацанвой, будут меня теребить, грабить. А у меня с собой деньги на бензин маленько дали. И они меня вытряхнут. Все, куда же мне деньги-то спрятать? Я уже сижу, а документы-то куда спрятать? Идет милиционер с подругой разговаривает. Я хотел сунуть, а подумал, этот швейцар опасный дворник. Как Шариков говорил. И я не двинулся. Он так, глядя, у меня прошел. И вот вчерашний день для нас был днем особой милости. Мы вот здесь проверили, газеты подстелили под карбюратор, там где, под мотор. Ночевали вот здесь вот, а то мы уже выехали из Тогула. Едем сейчас на Новокузнец в Кемеровской области. И нигде капли ни одной нету. Видимо, все-таки они сделали. Можно так догадаться. Надо было масло только замерить, сколько у нас сегодня. И сейчас мы отправляемся дальше. Это разбор полетов вчерашнего дня. Благодарение Богу до самого конца нашей жизни будет. Мы, вот, четыре гроба, это определенно и четко уже были бы. А там высокая насыпь, а ехали 80 километров. Ну, понятно, что кверх ногами, а груз тонна. Это просто каша была бы одна. Разбросанные книги, как в газетах напечатали. А это обязательно было. Как враги радовались бы. Священники бы, думаю, заказные молебны мы с водосвятием. Благодарственные Богу были, что я погиб. Я так думаю. Но были бы и люди, которые скорбели. Которые даже и плакали бы. Но на это нам смотреть не надо. Мы должны свое дело делать. Сейчас мы отправляемся. Это у нас Михаил Семертау к нему на родину едем. И там проехать. Прокопьевск, Киселевск, все эти города. Вчера мы за день, по милости Божьей, несмотря на такую вот канитель, на сервисе, впервые заехали сразу в четыре района. Никогда этого не было. Вот как Господь показал. При всех неблагоприятных условиях самый такой продуктивный, самый плодоносный был день. Одновременно. Вот ночевали здесь высоко. Даже посмотрели, где там как бы сопки. Мы выбираем сухое место, во-первых, чтобы было это высоко. Рядом был лес дрова. Ниоткуда мы не были видны. Ни с трассы, ни с деревьей. Деревья где-то рядом. Вот у нас здесь прошла прекрасная ночь. Немного комаров, ветер обдувал. Враган, иди к нам. Так. Ну и выходим. Мы из-за стола еще не выходили. Давайте поблагодарим Бога. Аминь. Господи Божий наш. Слава Тебе, что напитал нас необходимым. Для нашей грешной плоти послал пищу. Посети нищих сирот, дом одиноких. Пошли им также все потребное для жизни сей и будущей. Да будет благословен наш путь, и добрый ангел да сохранит и помилует нас. Господи, примет нас в благодарности за вчерашний день. Ты продли в нашу жизнь. Помоги нам оправдать Твое доверие. Господи Божий наш. Мы разговариваем с Тобою, как с близким другом, как с отцом и учителем. Саделай, чтобы посеянное дало обильные плоды. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, поконим. Ко мне. Ко мне.